Дарья Ковалевская Прямо сейчас, в этом выпуске. Народные промыслы и ремесла предстали на выставке в гостином дворе. Взгляд изнутри. Российские студенты рассказали об отечественном образовании. Грани женской сущности раскроет экспериментальный спектакль «Синий свет». А теперь более подробно об этих и других новостях. Как живут российские университеты в эпоху пандемии, где для студентов предоставляют лучшие условия и качество знаний, на эти вопросы попробовали ответить сами учащиеся. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла традиционная конференция «Российские вузы глазами студентов». Уже в шестой раз проект «Социальный навигатор» и интернет-сообщество «Типичный абитуриент» проводят масштабные исследования о качестве российского образования. При составлении рейтинга учитываются все необходимые и важные параметры. Оценка работы Деканата, доступ к учебной информации, качество общежития, наличие спортивных секций в УЗИ и развлекательные мероприятия. Фактически мы будем сегодня говорить о тех результатах, о тех отзывах, которые сделали, оставили российские студенты на сайте наших партнеров «Типичного абитуриенти». Одной из самых независимых площадок Российской Федерации, где действительно приходят и студенты, и преподаватели, оставляют свои, так называемые, в кавычках, сливы, делятся мнениями, впечатлениями о том, как они учатся в университетах, по итогам, в начале, по итогам первого курса. И этот ресурс, где на сегодняшний день практически все абитуриенты получают вот эту такую независимую информацию, советы о том, какие университеты выбирать. Для того, чтобы исследование было действительно честным и полезным, все отзывы пишут сами студенты. При этом эксперты ежегодного исследования также проверяют всю информацию, чтобы не допустить подтасовки результатов. Лучшие университеты, которые набрали максимальное количество баллов, по всем критериям получают так называемую «зеленую метку» – свидетельство о качественном учебном заведении. Суть рейтинга в том, что он отражает в целом весь спектр хотелок студенческих потребностей. Студентов волнует не только качество образования, а и состояние общежитий, то, как к ним относятся администрация вузов и вообще тысяча совершенно неожиданных разных нюансов. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы тут оцениваем не количество докторов наук на квадратный метр, а то, насколько сами студенты довольны услугой, которую они получают. В этот раз в рейтинге участвовали более 260 российских вузов. «Зеленую метку» удалось получить 17 учебным заведениям. Лидерами исследования стали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный университет. «Страна возможностей» под таким девизом проходит первая промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Здесь мастера и умельцы из разных регионов представляют декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптуру и другие народно-художественные промыслы. Подробнее в нашем следующем репортаже. Ровно 190 лет назад в центре Москвы прошла первая в истории всероссийская мануфактурная выставка. Организовать такой промышленный смотр решило Министерство финансов Российской империи. Это грандиозное событие имело большой успех. Публика раскупила почти все экспонаты, а лучшие участники получили золотые медали, которые лично утвердил император Николай I. Продолжить эту добрую традицию решили вновь. При содействии Министерства финансов Российской Федерации, а также Министерства промышленности и торговли, в гостином дворе проходит художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». На экспозиции можно увидеть практически все народные промыслы, предметы декоративно-прикладного искусства, арт-объекты и антиквариат. Это правда талантливые наши художники-мастера. И Василий Нестеренко, и Славан Щербаков, и Дмитрий Белюкин, и Филипп Москвитин, и многие другие, те, кто уже доказали то, что они сохраняют традицию. Некоторые разделы выставки представляют достаточно новые направления в искусстве. Тем не менее, каждый из них готов заявить о себе наравне с уже традиционными видами творчества. Так особое внимание привлекает необычный проект по кукольному мастерству. У нас, конечно, уникальная возможность здесь представить куклы, поскольку это искусство довольно-таки молодое, и оно не совсем такое традиционное, как живопись, и встать, показать себя и заявить о себе – это очень большая, уникальная, прекрасная возможность. Авторская кукла, еще раз повторяю, достаточно молодой вид искусства, но уже, как вы видите, мастерство у наших художников достигло такого уровня, что это искусство нужно показывать, нужно выводить уже в разряд действительно значимых направлений. И тем более мы можем делать не просто какие-то игровые, а мы можем делать целые художественные проекты. Вот проект называется «Русские сезоны» Виват Дягилев. Этот проект был представлен два года назад на выставке «Искусство куклы». В прошлом году мы его продолжили. Здесь мы представили часть этого большого проекта «Русские сезоны». Куклы созданы по эскизам или вдохновленные самим событием «Русские сезоны», «Ягерские столетние давности». Посетить выставку можно в гостином дворе Москвы до 14 февраля. Каждую неделю для посетителей будут подготовлены тематические секции. Например, 13 февраля можно будет встретиться с авторским коллективом создателей главного храма вооруженных сил. В презентации примут участие главный архитектор, а также представители студии военных художников имени Грекова. Подробную информацию о мероприятиях можно увидеть на официальном сайте выставки «Уникальная Россия». Своим видением и восприятием литературы и русской словесности делятся преподаватели-филологи из России и зарубежья. Просветительский онлайн-проект «Русские субботы» уже успел вызвать большой интерес в научном сообществе. На первой встрече побывал и советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой. Известные писатели и деятели культуры принимают участие в онлайн-проекте «Русские субботы». Здесь они рассказывают о своем творческом пути и беседуют с участниками в рамках «Круглого стола». Гостем такой первой «Русской субботы» стал писатель и ректор Литературного института имени Горького, доктор филологических наук Алексей Варламов. Международный онлайн-проект «Русские субботы» организовали Московский государственный университет и Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. На открытии научной секции присутствовал советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой. Он отметил, что подобные мероприятия сейчас особенно важны, поскольку даже в период пандемии мы не должны забывать о культурно-гуманитарном просвещении. Согласитесь, это в наших традициях – встречаться по выходным с друзьями, спорить о литературе, переходить на обсуждение проблем мироздания, философии, рассказывать друг другу о фильмах, книгах, спектаклях, которые мы посмотрели, и спорить о них тоже. В сегодняшнем мире такие субботы, мне кажется, один из таких верных симптомов выздоровления общества, преодоления паники и страхов, обретения душевной гармонии в разговоре о прекрасном, мудром и вечном. На первой онлайн-встрече приняли участие более 150 преподавателей из России, Испании, Казахстана, Китая, Словакии, Узбекистана и Японии. Многие докладчики отметили, что зарубежные читатели проявляют сейчас особый интерес к русской литературе. На спектакль-вечеринку приглашают в Московский музей Есенина. Гости смогут принять участие в необычном перформансе, выйти на сцену и прочесть стихотворение или спидпесни из творчества поэта. Подробнее об этом театральном эксперименте в нашем следующем сюжете. Лирика «Психологическая новелла» Сергея Есенина «У белой воды» не пришлась по нраву критикам того времени. Поэта упрекали за противоречивость характера главной героини и утопическую идею этого произведения. В этой ранней для есенинского творчества новелле отразились его личные чувства и мысли о женской нравственности и чистоте. Московский музей поэта предлагает заглянуть во внутренний мир Есенина и постигнуть все разнообразные грани женской сущности. Эту противоречивость воплотит в себе спектакль-перформанс «У белой воды». На сцене сольются воедино электронная музыка и совершенно разные танцевальные жанры. Каждый зритель сможет стать частью этого необычного художественного действия. Живая электронная музыка и, наконец, сама новелла контекстуальное пространство. Наконец, перформанс «У белой воды» задает зрителю один очень важный вопрос. Стоит ли брать классический текст и соединять его с веяниями и реалями 21 века? И я думаю, мы достаточно точно ответили на этот вопрос в нашем спектакле. Палага, так зовут главную героиню перформанса, живет у белой воды. Своего рода утопической идеальной стране, которая берет свои истоки из древнерусских народных преданий. Ее стихия – это вода, такая же неспокойная, текучая и непостоянная. Будучи на международной научной конференции «Есенин XXI веке», которую организовывал Эмли Иран, я открыла для себя рассказ Сергея Есенина «У белой воды». Прочитав его, я поразилась. Почему этот рассказ ни разу не ставили в театре, не снимали по нему фильмы? И для меня, как для сотрудника Московского государственного музея Сергея Есенина, как для актрисы и драматурга это стало вызовом. Я задалась целью инстимировать это произведение Сергея Есенина. Я искала команду настоящих профессионалов, хореографов, музыкантов, вокалистов, композиторов, художников, которые смогли бы воплотить все эти идеи и вскрыть поэтику есенинского текста сегодня. Приходите к нам на спектакль, и вы увидите, что мы сделали. Посетить спектакль «У белой воды» можно в Есенин-центре или специальном отделе музея на Клязьминской улице. Расписание сеансов доступно на официальном сайте Московского музея Есенина. Не пропустите. Количество мест ограничено. В этом году весь мир отмечает юбилей с момента первого полета человека в космос. 55 лет назад российский космонавт Юрий Гагарин положил начало космической эры для человечества. В честь этого легендарного события на протяжении года мы будем рассказывать вам о главных космических новостях. Поможет в этом наш партнер — телестудия Роскосмоса. Первый сюжет познакомит вас с создателем автоматических межпланетных станций, ведущим инженером-конструктором Олегом Ивановским. 18 января 1922 года родился советский инженер и конструктор ракетно-космической техники Олег Ивановский. Участник парада победы на Красной площади, кавалерист Ивановский освобождал территории СССР и Восточной Европы. Во время боев получил ранение в шею. Врачи запретили ему любые тяжелые нагрузки. Но медики просчитались. Олег Генрихович был приглашен в НИИ Королева, где получил должность техника в лаборатории Чертока. Ивановский готовил к запуску первые искусственные спутники Земли, был удостоен Ленинской премии. Он вошел в историю как ведущий конструктор корабля «Восток», на котором совершил свой полет Юрий Гагарин. Олег Генрихович лично закрывал отсек за первым космонавтом. Причем провести сложную процедуру пришлось дважды из-за нештатной ситуации. За считанные мгновения перед стартом Ивановский экстренно снимал крышку люка и заново проверял герметичность отсека. Сняли ребята этот люк. Я смотрю, картинка любопытная. Юра поднимает левую руку, а у него на левой руке, вот здесь вот на скафандре, было пришито зеркало. Он через это зеркало ловит мое лицо. Глазила хитрый-хитрый. Вижу это самое зеркало. И подсвистывает. Он лежал и подсвистывал мотив песенки «Родина слышит, Родина знает». Олег Генрихович также известен как ведущий конструктор первых советских лунников. После руководства отделом военно-промышленной комиссии СССР, он продолжил работу над запусками автоматических миссий к Луне, Марсу, Венере в НПО имени Лавочкина. Участвовал в создании луноходов и станций, доставивших на Землю образцы лунного грунта. Венцом карьеры Ивановского стало создание астрофизической обсерватории «Астрон». Орбитальный телескоп с Пика проработал на орбите 6 лет. Полученные данные внесли огромный вклад в изучение Вселенной, в том числе помогли понять устройства пульсаров и нейтронных звезд. О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, в городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова